Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я немножко необычно начинаю свой репортаж. Дело в том, что я иду сегодня не из дома, а меня подвезли до самой дальней точки, с которой я буду наоборот возвращаться в сторону дома. Сейчас я около трассы нахожусь, и подвезли меня примерно на 10 километров от дома. И сейчас я ухожу в поля, потом через лес. Наверное, мой маршрут составит примерно 14-15 километров. Здесь около посадки, рядом с дорогой, уже видел лисий след. Именно лисичку сегодня хочу поискать. В одном из последних видео я издали ее снимал. Как раз к этой посадке я сейчас и буду приближаться. Мороз сегодня около 20. Ветра нет, идеальная погода. Еще солнышко. Представляете, если я кого-то смогу поснимать в такую прекрасную погоду. Это будут просто хорошие снимки. Пока отхожу от дороги, слышны звуки трассы. Но через метров 200 все это, я думаю, стихнет. Не будет настолько шумно. А снег был вчера, сегодня его не было. Поэтому это старый след. Но как же красиво. Сегодняшняя погода меня очень радует. Специально иду по теневой стороне, чтобы быть менее заметным. Наверное, надо и потише говорить. Чем дальше от дороги, тем вокруг будет тише. И мой голос может быть усышен зверем. Дошел до первого пересечения посадок. Буду пока держать свой путь прямо. Перед каждым выходом на поле осматриваю через видоискатель фотоаппарата. Потому что фототехника помогает приблизить объекты. И лучше рассмотреть то, что я могу невооруженным взглядом не заметить. Разумеется, я не рассчитываю стопроцентно встретить животное сегодня. Видите, посадка какая густая. Много веток. И лисичка может просто отдыхать там. Среди этих завалов. И я буду ходить просто, бродить по этим полям. И никого не увижу. Но если я не выйду, то точно никого не увижу. Вот посмотрите, здесь она копалась. Отыскивала мышку. И следы уходят в посадку. Может пересекла ее, может где-то там завегла. Так, по моему пути еще один такой небольшой подкопчик, где она мышковала. Здесь кустарники, усыпанные снегом. Очень красиво смотрятся. Я прошел вдоль одной посадки. Здесь должен быть небольшой проход на соседнее поле. Постараюсь идти как можно тише. Хотя снег сегодня пушистый. Он не хрустит. Но ремни креплений на лыжах и снег, который попадает под мои ноги, Он немножко дает такой хруст. Да, это красиво. Вот с той стороны я пришел. Следы есть, но тоже не свежие. Что это не лисий след, а косули здесь ходили. И они ходили здесь не очень давно. Глубоко проваливался снег. Вот здесь даже помет остался. Так что не исключено, что где-нибудь из посадки выбегут косули. Но дело в том, что я не могу контролировать обе стороны посадки. И освещенную, и теневую. Поэтому сейчас посмотрю, если на освещенной стороне посадки песички или косули не будет. Вернусь и буду идти параллельно этим деревьям. Только уже со стороны, где падает тень. Ну конечно, косулим, что сейчас на поле делать. Где глубина снега больше полуметра. Они держатся в таких мест, где можно найти веточный корм. Обгладывают кончики кустарников. Веточки, деревья, молоденькие. Вот здесь они проходили. Вот посмотрите, видите, откусанный кусочек ветки. И здесь тоже. Вот здесь. Так и питаются, бедолаги. Еды-то больше нет. Оказывается, эта сторона посадки совсем не теневая. Солнышко уже перебралось на эту сторону поля. И очень ярко освещает. Но сейчас осмотрел, насколько хватает взгляда. Примерно километр в окружности это поле. И никаких животных не видать. Хорошо сегодня взял кепку с козырьком. Хоть сверху немножко будет от яркого солнца защищать глаза. Хотя снег тоже такой чистый, что он отражает свет. Но в любом случае мне нужно будет сейчас идти в сторону леса. Если выйдет кто-то, поснимаю. Нет, так нет. Стоять на одном месте, караулить. Мороз не позволяет. Так-то сверху тепло оделся, но чувствуется, к пальчикам подбирается мороз. Пальчикам на ногах. Поэтому стоять не буду. Передуман я идти напрямую к лесу. Буду идти пока еще вдоль вот этого небольшого лесного массивчика, который посреди полей. А потом уже сверну в сторону леса. Основного леса. Просто если я пройду сейчас немножко вперед, то смогу увидеть еще часть поля. Возможно, там животных увижу. Что-то и птиц сегодня не слышно, не видно. Даже никто не пролетел за все это время. Получается, если я выйду на самый край, то я окажусь на фоне белого. Решил небольшой отрезок пути пройти через участок леса, так, чтобы, выйдя на другое поле, я не оказался сразу на открытой местности. И если там есть животные, меня раньше не заметили бы. К слову о птицах, которых я еще не видел. Вот, где-то здесь я слышал голос дятла. Иногда он пастукивает, а сейчас пик-пик такой голос издает. Не имею большого опыта в выслеживании животных, у меня в основном надежда на случайную встречу. Поэтому шансов не так много. Но все же они есть. Вновь не могу никого заметить на поле. Примерно метров шестидесяти от меня на самой крайней березе сидит сова. Я думаю, длина хвоста не ясать. Хотя лицо пока в мою сторону не поворачивало. Понять сложно. Она как раз находится на пути моего следования. Поэтому сейчас буду потихоньку к ней идти. И в тот момент, когда будет наиболее лучший ракурс, если она не взлетит, сделаю снимки. Не уверен, конечно, что она позволит успеть установить штатив и поснимать ее на видео. Но если позволит, сделаю видеосъемку. Высоко сидит. Типа лоли тебе девица. Типа лоли тебе красная. Так можно было сказать про сегодняшний мороз и про эту красавицу-сову. Это длиннохвостый не ясать, как я и предполагал. В этом сезоне мне очень везет на эту птицу. Уже, наверное, четыре или пять раз ее встречал с конца осени. Продолжение следует... Прохожу в тридцати метрах от той березы. Вот здесь она до сих пор сидит. Не буду подходить ближе, чтобы не пугать. Снизу снимать все равно не получится. Нижние веточки будут мешать. Спасибо за то, что позволил хотя бы так ее в такую красивую погоду с таким освещением сделать хорошие снимки. Немножко на видео головой повертело. Вот сейчас я могу осматривать практически на полтора километра поле. Ну, если, конечно, в складках местности животное не спрячется, то я бы его увидел. Красивое место. Березки. Обычно это место я вижу со расстояния в километр. Наконец-то я дошел до этих деревьев, которые здесь посреди поля. Сова так и продолжает сидеть. Видите сову? А так за все это время ни разу не взлетела. И даже под тем местом, где она сидит, даже под деревья нигде не видел, чтобы были отпечатки ее крыльев, как бывает, когда птица охотится. Скорее всего, просто выбрал себе хороший наблюдательный пункт и так, чтобы солнышко на нее светило. Один раз на дне пролетела серая ворона, пока я шел через это поле. Но сова не двинулась с места. Если бы она охотилась, я бы чуть-чуть подождал и понаблюдал, поснимал бы, как она охотится. Но похоже, сова просто отдыхает. Греется на солнышке. Если в минус 20, можно греться на солнышке. Здесь снегоходный след старый. И видно, что по этому следу также лисичка бегала. Следы более свежие, чем после снегохода. Отпечатки более-менее читаются. Может быть, даже сегодня ходил. Но я пойду в ту сторону и потом уже по краю лесу буду идти, пока дорога не переведет меня на ту тропу, которая ведет в сторону дома. Перед тем, как пойти в сторону леса, решил заглянуть за эти деревья. Мало ли, может, где-то здесь отдыхает лисичка после своей охоты. Вот это, да? Столько ворон. Наверное, больше 40 штук. Если все это вороны, конечно. Да, все серые вороны. Большая стая. Туча надвигается. Похоже, солнечная погода заканчивается. Я уже практически сейчас окажусь в тени. Да еще вдоль леса пойду, оттуда тоже тень будет. Ну, хорошо, хотя бы пару часов по такой солнечной погоде прогулялся. Смотрите, как быстро свет меняется. хотя сегодня к вечеру обещали наоборот северный ветер. По крайней мере, не сильный, но написано было северный. Дошел до края леса, а здесь расчищенная хорошая дорога. Так что я снял лыжи, зацепил их ремнем и просто тяну за собой, так как идти без лыж гораздо удобнее по такой дорожке. Жаль, конечно, что солнышко скрылось. Серое небо не так красиво смотрится. Елочки замечательно смотрятся усыпанные снегом. Какая красота. красота. Вы тоже видите то же самое, что и я. Это сова. Я прошел вокруг огромного поля, которое, наверное, длиной больше километра. И снова вижу рядом с краем леса сову. Не знаю, та же самая сова или другая, которая в этой местности охотится. Но тоже длиннохвост и не ясать. Сейчас она сидит, сейчас она сидит, повернувшись ко мне спиной. Я уже планировал вставать на лыжи. Может быть, получится мне обойти ее, так как пешком она залетела. Ну, ладно. на моем пути, там дальше по дороге была косуля. Она вышла на окраину, но, видимо, я поторопился, тоже сам высунулся и из-за этого спугнул ее. она развернулась и ушла в лес. Я даже лыжи оцепил, чтобы они волочались за мной не создавали шум. на улице лыжи только когда Вот в этом месте, большими прыжками, глубоко проваливаясь в снег, косуля убежала. Я еще подумал, может их было две. Первый раз, когда заметил, сразу спрятался за ветки. Мне показалось, как будто две стояли. Первый раз вообще подумал, что собаки. Но, судя по следам, только одна. Сейчас еще это поле осмотрю и сверну в лес уже, встав на лыжи. Именно вот на этом поле, в которое сейчас я выхожу, в прошлый раз я видел лесу. Но оно было так далеко, что не заметно было даже на мой дальнобойный объектив. В принципе, я с той стороны сегодня и шел, описывая круг. Но, когда я был там, леса не было. Сейчас тоже похоже никого. Только красуются елочки в снежном наряде. Вот пройду вдоль этих елочек и сверну в лес. Сегодня утром ВКонтакте и в Телеграм выложил фотографии зеленушек. Большая стайка. Но эти снимки были сделаны в самом начале декабря. А сейчас уже 6 января. И вот тоже несколько птиц. Тоже зеленушки. Пора сворачивать в лес. Начинает темнеть потихоньку. Только что прошел мимо свежего следа косули. Но я не уверен, что в таком густом лесу у меня получится ее сфотографировать. Потому что здесь слышно далеко, а видно всего лишь в нескольких метрах. И шум моих шагов, скрип, лыж меня выдает. Иду по следу кубана. Правда, этот след мне навстречу. Но след довольно свежий. Вообще даже не присыпан снегом. Видимо, проходил недавно. А вот здесь более крупные следы и широкий шаг. Это уже лодж ходил. Вот сравните. Вот шаги. Где-то полметра. И здесь сантиметров 60. И довольно крупный отпечаток. Так что я здесь не один. А кабанчик шел, глубоко проваливаясь в снег. И поэтому кроме следов еще борозда появляется. Там, где он ходит. А лось не так. У лося ноги гораздо длиннее. Поэтому лось может просто поднимая ноги оставлять отпечатки. Ну, правда, и он немножко чиркает копытом. Да, довольно крупный след. Я по нему буду выбираться на свою тропу. По следу лося. Лось тоже у меня навстречу шел. Время 4 часа 50 минут. Я думаю, до темна еще не успею выйти из леса. Поэтому сейчас буду более быстрым шагом идти. Хотя здесь заблудиться, конечно, невозможно. Но просто как-то некомфортно идти в темноте. И тем более съемок в темное время суток я точно сделать никаких не смогу. Рад, что сегодня выбрался. Несмотря на то, что из трофеев, фото трофеев у меня только сова. Но я и этому рад. Если бы не она, это видео вообще бы не вышло. Все файлы удалил бы. Так что прогулка отличная. И у меня еще есть с собой термос с чаем и бутерброд с конфетой. Идя дорогой где-нибудь остановлюсь и попью чайку. Но сейчас более интенсивным шагом пойду, чтобы согреться. Потому что я немножко начал замерзать. Дятел желна кричит. Дятел желна кричит. Голоса бурголовых гаечек слышны. Время уже полшестого. По той трофеев, по которой сейчас я возвращаюсь домой. На лыжах в этом сезоне я еще не ходил. Но прослеживается. Хоть и довольно сильно присыпано. Здесь и лыжня есть. Точнее была. Значит кроме меня есть любители. Которые тоже по лесу ходят на лыжах. На этом замечательном моменте буду заканчивать сегодняшнее видео. Спасибо, что прогулялись со мной по такой красивой чешнинской природе. Такая у нас башкирская зима. Кто не знал. Сейчас 6 января. Снега по колено. В лесу. Но так как я на широких лыжах, пройти получается. В любом другом случае, пешком или на беговых, здесь далеко не уйдешь. До новых встреч, дорогие друзья. Увидимся в следующем видео.